Нам говорят, что тушить Красноярскую тайгу это, простите, экономически невыгодно. Вы там что в своей Москве, совсем уже здравый рассудок утратили? Всем здравствуйте, меня зовут Николай Сальников, новосибирский журналист. Уже неделю наш регион задыхается от смога. Точно в такой же ситуации соседи, томичи, кемеровчане, алтайцы и, конечно же, красноярцы. На сегодняшний день общая площадь лесных пожаров в Якутии, Иркутской области и особенно в Красноярском крае приблизилась к полутора миллионам гектаров тайги. Для понимания, ежегодные лесовосстановительные работы в Красноярском крае охватывают максимум 90 тысяч гектаров. Иными словами, то, что уже сгорело за последние две недели, удастся засадить, то есть восстановить, в лучшем случае лет через 10. По сути, сегодня горят легкие Сибири. Это многовековые прекрасные кедры, лиственницы, ели, пихты и сосны. Совсем недавно всех потрясла страшная трагедия с затоплением в Иркутской области, когда большинство экспертов сошлись во мнении, что это произошло из-за уничтожения лесов. А сегодня нам говорят, что тушить Красноярскую тайгу, это, простите, экономически невыгодно. Вопрос. А выплачивать многомиллионную зарплату Сечину, Миллеру, Костину, это экономически выгодно? А может быть строительство новой резиденции для патриарха Кирилла за почти 3 миллиарда рублей, это выгодно? Да вы там что в своей Москве, совсем уже здравый рассудок утратили? Вы часом не забыли, кто вытащил ваш зад из лап фашистов в декабре 41-го года? Мы, сибиряки, требуем незамедлительного начала полномасштабной операции по тушению наших лесов, задействуя все силы МЧС и Министерства обороны. Иначе есть у меня такое маленькое-маленькое предчувствие, что уже скоро настанет тот день, когда не могущество России будет прирастать в Сибирию, а возрождение России начнется с Сибири. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.